Раствор Здравствуйте! Мы снова продолжаем изучать растворы. Тема сегодняшнего нашего урока – качественные и количественные характеристики растворов, консимулированные и разваленные растворы. Почему же столь пристальное внимание мы уделяем растворам? Растворы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Давайте вспомним, какое значение имеют растворы. Все лекарственные препараты, которые действуют на наш организм, попадают к нам только в растворенном виде. Питательные вещества также поступают в наш организм в виде растворов. А такие физиологические растворы, как кровь, плазма, всем вам хорошо известно. Получение металла, получение удобрений, парфюмерная промышленность – все это осуществляется с помощью растворов. Давайте еще раз вспомним, что такое раствор. Раствор – это однородные устойчивые системы, состоящие из частиц растворителя и частиц растворенного вещества. Проведем небольшой эксперимент. На столе у меня стоит два стакана с приблизительно одинаковым объемом количеством воды. Воду предварительно я немного подогрела. Здесь же у меня на столе стоит два стакана с разным количеством сахарного песка. Ну, просто сахар. Итак, я растворяю сахар в воде. Для большей зависимости опыта я перемешиваю в одном стакане и в другом стакане. У меня у нас есть вопрос. В каком из этих двух стаканов вода будет слаще? В первом стакане или в втором? Как же посмотреть, где вода слаще? Вы можете предположить, что надо попробовать. А скажите, разве мы не нарушим технику безопасности? Конечно же, мы нарушим. Значит, нужен другой способ. Какой же? Мы можем предположить, что в том стакане, где количество сахара было меньше, это первый стакан, у нас вода будет менее слаще, чем во втором стакане, где количество сахара было гораздо больше. Но как же можно охарактеризовать растворы? С какой позиции? По какому принципу? Существует две характеристики раствора. Количественное – сколько, в каком соотношении. И качественное – из каких веществ состоит раствор. Мы снова продолжаем экспериментировать. Я взяла те же стаканы, что были в предыдущем опыте, то есть раствор в воде. У меня на столе еще есть дополнительный стакан сахара. Что я буду делать? Я всыпаю сахар в стакан. Причем возьму половину этого стакана. Для убедительности, опыта, я пытаюсь перемешивать. Что мы наблюдаем? Несмотря на мои усилия, перемешать, мы видим, что часть сахара не растворяется. Раствор мутный постепенно оседает сахар на дне. По количеству растворенного твердого вещества в воде растворы бывают насыщенные, когда раствор, в котором при определенной температуре уже невозможно растворить новую порцию вещества, и ненасыщенные – раствор, в котором при определенной температуре еще возможно растворить дополнительную порцию вещества. Жидкие вещества, такие как спирт, уксус, серная кислота, в воде могут растворяться в неограниченном количестве. Они не образуют насыщенные растворы. Образование насыщенного и ненасыщенного раствора тесно связано с температурой. Вашему вниманию представлены графики растворимости твердых веществ. Мы видим, что температура не влияет на растворимость хлорида натрия, а вот растворимость нитрата калия с повышением температуры увеличивается. Можем ли мы изменить характеристику раствора? Существуют способы преобразования насыщенного раствора в ненасыщенных. Для этого необходимо добавить воду и удалить часть растворенного вещества. Для того, чтобы ненасыщенный раствор преобразовать в насыщенный, необходимо охладить раствор, выпарить воду с раствора или растворить дополнительное количество вещества. Проведем еще один эксперимент. У меня снова на столе два стакана с водой. Здесь же у меня находится пермонат калия. Вы видите, что на листочках у меня наложен пермонат калия в разных количествах. Что я буду делать? Итак, я беру пермонат калия с одного листочка и растворяю в колбе с водой. И беру пермонат калия с другого листочка и также всыпаю в стакан и растворяю в воде. Что мы наблюдаем? В одной колбе у нас раствор гораздо светлее, более розовый. В другой колбе у нас раствор получился темный, насыщенный. Растворы с качественной стороны бывают концентрированные с высоким содержанием вещества и разбавленные с низким содержанием вещества. Концентрированный раствор не обязательно должен быть насыщенным, а разбавленный ненасыщенным. Например, если взять массу сахара 150 грамм и растворить в воде массой 100 грамм при температуре 30 градусов Цельсия, мы раствор получим концентрированный, но ненасыщенный. Но если же возьмем массу сахара 215 грамм и растворим в воде массой 100 грамм при той же самой температуре, то раствор получим насыщенным. Заключите домашнее задание. Параграф 49. Задание выполнить 4, 6, 9. На странице 219-220 учебника «Химия 8 класс». Желаю всем успехов! Желаю всем успехов! Желаю всем успехов!